Друзья, добрый вечер. В прямом эфире программа «Главная». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас в эфире гостем программы стал пятый президент Республики Молдовы Игорь Дадон. Господин Дадон, здравствуйте. Рады вас приветствовать в новом году. Вы впервые у нас, кажется. Добрый вечер. Я сегодня, когда заходил в здание, пытался вспомнить, когда я последний раз здесь был, наверное, лет пять или шесть назад. Но у вас в студии, наверное, еще раньше. Мне кажется, вы были у Павла Дуганова. У Дуганова был. Да, еще в качестве президента у коллеги. Поэтому не пять, чуть-чуть меньше. Рад сегодня быть с вами. Хорошая возможность пообщаться с нашими гражданами вместе с вами и ответить на те вопросы, которые всех интересуют. Да, вопросов очень много, поэтому сразу с места в карьер. Но сначала уточню, как отметили новогодние праздники. Как обычно, с семьей мы празднуем Рождество по нашему стилю, по молдавскому стилю, седьмого. Поэтому Новый год для нас особый праздник, потому что 1 января день рождения моей мамы. И мы всегда 1 января опять празднуем день рождения мамы, третий день рождения моего сына, младшего. И уже Рождество. Поэтому такой период праздников семейных в кругу семьи. Как большинство граждан, Игорь. Я заметила то, что вы довольно-таки активно. У вас было и завершение года, и начало года. Я видела, что вы встречались с гражданами в наших районах. Также участвовали в таких общественных мероприятиях, в кругу активистов, в общественных организациях. В качестве кого вы принимаете участие в этих мероприятиях? Ну, в качестве гражданина Республики Молдова, во-первых. И, конечно, в качестве пятого президента Республики Молдова. Потому что прошлый год был очень непростым. Вы знаете, более шести месяцев. Меня держали под арестом с учетом всех событий прошлого года. И возможности пообщаться с гражданами, конечно, у меня не было. Мы с вами сделали пару интервью. А больше таких возможностей, к сожалению, не было. Поэтому я принял решение и объявил, что сразу после того, как выйду из-под ареста, из-под домашнего ареста, я поеду общаться с людьми. Я побывал уже в 12-13 районах. Я продолжу эти разговоры, эти общения. Есть очень много вопросов. Люди подходят. Даже сегодня, когда я шел на вашу передачу, сегодня вечером здесь на Московском проспекте. Люди подошли, здоровались и говорят, держитесь, все будет хорошо и так далее. Поэтому я рад, что есть вот это желание общаться. Буду продолжать. Несмотря на все проблемы прошлого года, и я уверен, что и в этом году будет немало проблем. Но мы об этом поговорим. Я остался в стране. Я остался рядом с народом. Никуда убегать я не буду. Как некоторые политики, которые убежали, я их ни в коем случае не говорю плохого про них. Они решили так, что легче для них будет бороться с этой властью. Но я решил остаться здесь. Будем бороться и будем общаться с людьми. Никуда не убегу. Буду рядом с ними. Ваших и оппонентов, и даже некоторых сторонников очень волнует вопрос. Вы в политике или не в политике? Вы возвращаетесь в политику или вы все-таки в качестве общественного деятеля принимаете участие в этих мероприятиях? А вы как считаете? Я не знаю. Я задаю вопросы. Ну, давайте так. После того, как я 11 лет был во главе партии социалистов, потому что мы ее поднимали в 2011 году, в декабре. Мы добились очень много побед. Не буду сейчас об этом говорить. Вы знаете, и президентство, и башканство, и мэр Кишнева, и парламент, и так далее. После выборов президентских, после выборов парламентских, когда люди проголосовали в Молдове за других, я посчитал, что это сигнал для меня, что нужно взять паузу. Я сказал, что я не ухожу из политики, но раз народ решил, что вот должны быть другие. Я сдал мандат депутата парламента. Я ушел с должности руководителя партии социалистов. Дал возможность другим показать себя. Но из политики я не ушел. Я дальше являюсь почетным председателем партии социалистов, членом Республиканского совета. Но начиная с мая прошлого года, решения партии социалистов принимаются без моего участия. То есть там все решения, есть новое руководство. Я на них не влияю. Не всегда согласен с многими решениями. Но решения не принимаются. Поэтому на ваш вопрос, конечно, я никуда не ушел. Конечно, партия социалистов мне ближе. Потому что мы создавали. Там моя команда. Это сильная партия, несмотря на все, что происходит в последнее время. Будем общаться с ними, будем принимать решения вместе, как дальше идти. Вы общаетесь с людьми. Какое у людей сегодня настроение? Какие у них чаяния? Что вы чувствуете? Какая сегодня поддержка у власти? Каким потенциалом поддержки сегодня обладаете вы? Из региона, ваше личное мнение, из общения с людьми? Какое вы сформировали для себя? Это очень просто. Вы идите на улицу, спросите любого. И каждые 8 из 10 скажут, что все очень плохо в Республике Молодого. И все хотят изменений. Какое отношение к вам? Что вы чувствуете? Я не чувствовал никакого отрицательного отношения ко мне. В течение вот этих, я бы сказал, побывал 12-13 районов. Еще 20 районов обязательно я буду посещать. И когда я встречаюсь, я же не встречаюсь ни в залах, где готовят встречи, как нынешнему президенту. Я иду на центральный рынок в районном центре. Если хочешь узнать мнение людей, иди просто на рынок. И пройдись по рынку. Отношения очень хорошие, принимают очень хорошо. Благодаря, что я не убежал из страны. Спрашивают, есть ли шансы дальше чего-то добиться. Спрашивают, будет Молдова, не будет. Потому что, вот я немножко расширю ответ, может быть, отвечу на некоторые вопросы, которые есть у вас. Концептуально, что такое функциональное государство? Молдова функциональное государство или нет? Я думаю, что есть несколько условий, которые должны быть, чтобы Молдова, как страна, имела будущее и было независимым функциональным. Первое, это должны быть независимые институты власти, которые принимают решения в интересах народа. Второе, должна быть независимая судебная система, которая не смотрит на то, что сказал президент или министр. На руководство со Конституцией. Третье, должна быть свобода слова. Пресс. Четвертое, должна быть сильная экономика, которая обеспечивает справедливую социальную политику. Если мы с вами посмотрим, ничего из этих четырех сейчас в Молдове нет. У нас нету независимых институтов власти. У нас везде сарасята. У нас везде руководят этими институтами. Не молдавские политики, а западные кураторы. Если честно, давайте возьмем любой государственный институт, президентуру. Вы говорите, например, по поводу юстиции. У нас в Молдове всегда была на предпоследнем месте, там шла в ногу с африканскими странами по всем международным ацентам. Сейчас лучше. Но вот сейчас, может быть, еще они не успели реабилитировать это направление? Вот как, например, если по юстиции, как вы можете прокомментировать? Я сейчас быстренько по всем четырем пройдусь. У нас нету независимых государственных институтов, потому что все подотчетны западным посольством и руководят ими НПОшники. К сожалению, наши руководители страны продали страну СОРОСу. Это проблема, потому что они не принимают решения в интересах граждан Республики Молдова. У нас нету, практически не осталось, хотя еще есть какие-то шансы. Независимой юстиции. Когда одного из прокуроров антикоррупционного назначают по поводу, ну, в результате тендеров, прошу прощения, в туалет, в какого-то здания, когда у нас нету сейчас в судебной системе практически 90% руководителей, исполняющих обязанности, почему их не делают руководители несполноценными? Их держат на крючок. Если они не выполняют указания, их снимают. Это все, начиная с высшего совета магистратуры, заканчивается любым важным судебной инстанцией, апелляционной палатой и так далее. Везде исполняющие обязанности. И когда президент страны говорит, что, слушайте, если вы не примите решение по резонансным уголовным делам, которые сейчас были отправлены в суды так, как мы хотим, мы еще посмотрим, что мы будем с вами делать, конечно, у нас нету судебной системы вообще свободной, потому что все боятся. Майя Сандо сделала большую ошибку этим объявлением, потому что она практически создала условия, чтобы все дела, которые сейчас рассматриваются в судах, были проиграны в европейских судах. И они все будут проиграны, потому что нигде этого делать нельзя. Европейские суды на это не закроют глаза. А мы понимаем, о каких делах идет против Сталиноглова, против Додона и против других. И когда в высшей судебной палате, где сейчас одно из моих уголовных дел, руководитель этой высшей судебной палаты, Тимофтья один есть такой, назначается без конкурса, с нарушением законодательства. И ему даются все важные дела, чтобы он принимал решение. Мои адвокаты, я не разбираюсь, они говорят, слушайте, Игорь Николаевич, ну вот это понятно, что это нарушение. И понятно, что дальше, в дальнейшей инстанции все не проиграет. Идем дальше. С независимыми государственными институтами понятно, с юстицией понятно. Третье, масс-медиа, вы лучше знаете. Закрыли шесть оппозиционных каналов. Никто себе этого не позволял. Ну, приостановили вещание. Ну, закрыли. Вы думаете, не восстановят вещание? Пока эти соросята у власти, эти каналы работать не будут. И все это понимают. То, что оставили около тысячи человек без работы, без заработка, это одно. Но на этих каналах аудитория была больше, чем на всех НПОшних каналах. На всех каналах, которые финансировал Запад. Вот берите все каналы, которые финансировал Запад, и эти оппозиционные каналы. Здесь люди смотрели. И когда тебе говорю, что у тебя на пульте есть только одна кнопка, чтобы смотреть каналы, которые тебе показывает СОРОС, конечно, никакого свободы слова Республики Молдова нет. И к экономике. Очень быстро. У нас практически не осталось экономики. У нас судебная банковская система полностью отдали западникам. У нас нет ни одного молдавского банка, где акционеры молдаване. У нас НАЗБанк филиал МВФ принимает решения только по книжкам МВФ, а не в интересах реального сектора экономики. У нас предприятия закрываются тысячи, и никто им не помогает. У нас в сельском хозяйстве банкротство одно за другим. Потому что закрыли рынок российский, а никто этим не занимается. Не то, что Россия не хочет. Россия говорит, давайте сядем, поговорим. Наши говорят, что это не про империоритеты. Сейчас еще из СНГ хотят выйти. Ну, слушайте, как их назвать так, чтобы было поинтеллигентнее, я даже не знаю. И, конечно, при такой экономике не может быть социалка. У нас, вы видите, что происходит в социальной сфере, мы, наверное, об этом сегодня поговорим. Пенсии, заплаты и так далее. Поэтому, если говорить об этих четырех элементах функционирования государства, независимых государственных институтов нету, там НПОшники, юстиции нету, свободы слова нету, и экономики практически не осталось. И когда я слышу некоторых советников президента Пестримчук, я думал, что мы с ним знакомы, он был в партии Филата, мы были депутатами в парламенте, я была в оппозиции, была в власти. Хорошо общались. Я думал, что он более такой внимательный, как минимум, образованный парень. Когда он говорит на днях, он советник неофициально, что нужно принимать авторитарные решения, что хватит играться вот с этими законами, конституциями, надо авторитарно принимать решения по реформе. Так, подождите. Мы, Молдова, демократическое государство. В демократическом государстве выбирают руководителей, и демократическими способами их убирают. Через выборы, да? А если вы создаете авторитарные государства, то есть диктатуру, в авторитарных государствах этих диктаторов снимают не через выборы. Тогда появляется право народа снимать вас другим способом. Вы начинаете называть свои действия теми словами, которые вы делаете. Вы создаете диктатуру. Тогда у народа будет право работать и с вами говорить по-другому. И это произойдет, если будете продолжать в таком виде. Выбил несколько твоих тем, я прошу прощения. Нет, все нормально. Мы разовьем некоторые темы. Некоторые темы обозначили, они очень важные и интересные. Мы обязательно о них еще поговорим. Вот у меня есть вопрос телезрителя, который звучит так. Он как раз по этой теме, поэтому я его зачитаю полностью. В своем интервью вы заявили, этот вопрос звучит так, «У меня не было такой власти, которая есть у Майя Санду. У меня было 30-35 депутатов. Мне нужно было искать коалицию в парламенте, чтобы поддержать правительство Кико. В ноябре 2019 года, когда Майя Санду фактически сама сдала пост премьер-министра, у вас был уникальный шанс уйти на досрочные выборы, взять на этой волне большинство или как минимум усилить свои позиции. Почему вы тогда не пошли на досрочные парламентские выборы? – Слушайте, историки и археологи пусть копаются в прошлом, но это не позволит решению нынешних проблем. Конечно, в 2019 году, в конце 2019 года, начало 2020 года, можно было бы пойти на досрочные парламентские выборы. Зимой, с нерешенной проблемой по газу, я вам напомню, в конце 2019 года у нас контракт на газ практически, ну, ясности не было на следующий год. Потом-то начался ковид. Конечно, я тогда руководствовался интересами страны. И мы 2020 год, давайте скажем честно, мы начали очень хорошо. Мы начали хорошие дороги для всех. Помните, инвестиции в каждое село. И несмотря на очень тяжелый год, с засухой, с ковидом, у нас были лучше результаты, больше помощи и для агрария, и для экономического агента, и для населения, чем в прошлом году, когда в Майя Санду была вся помощь Запада. И мы в 2020 году все-таки справились вместе с правительством КИКу. Поэтому я думаю, что тогда было принято правильное решение. Надо было сделать именно так, в интересах страны. И благодаря тому правительству мы прошли легче через ковид в 2020 году и через засуху. Спросите экономических агентов, пригласите и спросите их, когда было больше помощи им оказано. В 2020 или в 2022 году, когда вот эта власть. Они все скажут, что в 2020. По субвенциям не было никаких долгов, напротив, мы увеличили в несколько раз. Ну, не в несколько, где-то на процентах, на 25-30 субсидий. Ну, по субсидиям сейчас практически та же самая, полтора миллиарда тоже, если мы говорим об аграриях. Я понимаю, но они не получили субсидии за прошлый год. Я общаюсь с ними, я езжу по району. И когда увеличивает бюджет Министерства обороны, ну, урезают по другим статьям, и агрария ничего не дают, конечно, есть проблемы. Поэтому на этом вопросе, я считаю, что тогда было бы правильное решение. И благодаря этому решению население Республики Молдова пострадало меньше из-за ковида и засухи, чем могло бы пострадать, если были бы досрочные парламентские выборы. А сейчас тогда какой выход из ситуации вы видите? Вот досрочные парламентские выборы, что вам подсказывает ваше чтё, они будут или нет? И нужны ли они вообще? Потому что я слушаю многих политических деятелей, которые в том числе в оппозиции, некоторые считают, что сейчас досрочные парламентские выборы только усугубят ситуацию, что нужно готовиться к местным выборам, что так будет намного правильнее. Ну, давайте скажем честно. Большинство граждан Республики Молдова хотят досрочных парламентских выборов. У этой власти, которая легальна с точки зрения результата выборов 2021 года, и легальна, ну, по Конституции, они получили эти мандаты, они получили 60 с чем-то мандатов, поэтому с точки зрения легальности они легальны, но они нелегитимны. Что это означает? У них нету поддержки народа. Один из аргументов Майя Санду в прошлом году, позапрошлом уже, в 2021 году, для распуска парламента, помните, какой был аргумент? Что этот парламент больше никто не поддерживает. Что народ хочет досрочных парламентских выборов. И руководствуясь этим, она сделала несколько антиконституционных шагов и распустила парламент. Хотя там были неформальные парламентские большинства, и парламент мог работать. Но оно было неформальное. А сегодня у них 5-6 депутатов не хватает для конституционного большинства. Так я сейчас о другом. Я сейчас о том, что парламент был функционален. Парламент, который был распущен в 2021 год. Но я могу... И аргументы президента были, что он нелегитимен, потому что нет поддержки народа. Так вот, этот парламент сейчас, парламентское большинство, пас нелегитимно, потому что она полностью потеряла поддержку народа. Как минимум в два раза, если и не больше. Поэтому с этой точки зрения, конечно, досрочные парламентские выборы нужны. Мы не можем сегодня сказать, кто победит. Но то, что нынешняя власть не наберет большинство, такое, даже половину не наберет. Поэтому в ответ на первый ваш вопрос, парламентский выбор досрочный нужно. Желательно вместе с президентским. Будут ли они или нет? И в каких условиях они могут быть? Я не исключаю, что они могут быть и по инициативе нынешней власти. Внимательно. И по инициативе нынешней власти. У них там такой бардак сейчас внутри. Столько группировок. Я не помню ни одной правящей партии. Вот я в политике с 2009 года, когда стал депутатом. Я не помню ни одной правящей партии, не оппозиционной. Потому что когда в оппозиции начинаются разные движения. Я не помню ни одной правящей партии, чтобы было столько группировок, которые конкурируют между собой. Майя Санду не контролирует свою партию. Эти группировки ставят ей условия. Я бы на ее месте распустил бы этот парламент вместе с этими группировками. Потому что весь этот негатив ложится на нее. Она практически, вся страна знает, она пытается дистанцироваться сейчас от ПАС. Но никто ей не верит. И любой человек в стране знает, что ответственность за все в стране это Майя Санду. Не какие-то там министры группировки Спыну или кто-то в правительстве говорится. Они все знают, что Майя Санду. Поэтому не знаю, посмотрю, что они будут делать. Но я бы не исключал никакого сценария. Я думаю, что все может произойти в ближайшее время. Но все-таки этот сценарий маловероятен, хотя какие-то процессы там происходят. Кстати, у вас есть информация, почему последовал ряд отставок в правительстве, причем громких, мы видим, что не самый плохой министр подал в отставку. Причем они намеками, некоторые намекают, что там что-то было, так скажем, не тихо во взаимоотношениях между коллегами. Кто-то открыто пишет в Фейсбуке благодарить своих бывших коллег за притеснение. Что там произошло? Почему вот этот ряд отставок произошел? Мне не интересует, что происходит в этой группировке. Честно. Я хочу, чтобы эта группировка ушла. Так же, как хотят большинство граждан Республики Мадон. То, что они не справляются, это было понятно мне еще два года назад. То есть они уходят, потому что не справляются? На президентских и на парламентских выборах. Я думаю, что кое-кто из них поняли, что происходит. Это первое. Второе. Когда уходят из должности и из страны уезжают родственники президента, это первый сигнал, что что-то готовится. Значит, они что-то знают. Я не буду сейчас конспирологией заниматься. Но это не просто так. Поэтому, когда я сказал, что возможно досрочные парламентские выборы и не обязательно под давлением кого-то, но и исходя из того, что происходит, я не случайно это сказал, время покажет. Я думаю, что в ближайшие недели, месяцы расставить все точки нади. И вот эта нестабильность, вот это бродение внутри, оно будет продолжаться. И чем больше это будет, тем хуже будет для Майи Санду лично и для Рейдников. Поэтому ей придется принять решение. Ужас без конца или ужасный конец – это один из двух вариантов. Захотят ли ее кураторы этого, позволят ли ей американцы и европейцы – это другой вопрос. А как вы думаете, позволят сегодня? У них практически конституционное большинство. Как я уже сказала, без 5-6 депутатов. Я думаю, что в событии следующих недель, месяцев расставить все точки нади. То есть в ближайшее время вы думаете, что что-то будет происходить? Я думаю, что в любом случае, жизнь идет вперед. Никто не отменял принцип черного лебедя. Читали эту книжку? Могут быть такие события, которые никто не может сейчас предвидеть, что происходит. Вы говорили, что невозможно так. Ничего невозможного в молдавской политике нет. Я уже привык за все эти годы. Ничего невозможного. Но то, что ситуация нынешней партии власти будет ухудшаться – это 100%. И то, что люди будут убегать – это 100%. И то, что те, которые принимают решения в интересах или по поручению руководства страны, будут за это отвечать – это 100%. Я вот даже сегодня написал пост перед этой передачей, что в истории Молдовы только коммунисты два мандата держались, но там была вертикаль. Там не было этих группировок внутри. Я знаю, я был внутри этой команды. И там была единая позиция. Больше, давайте вспомним, с 2009 года. Филат думал, что он пожизненным будет руководить. Плохотнюк, на что Плохотнюк был? Уверен на 100%. Тот же, другие, которые были. И я думаю, что Майя Санду и ее команда, когда выиграли 2021 парламентский выбор, они видели себя на 8 лет вперед. Не будет этого. Ситуация изменится намного быстрее. И сигнал, мы говорили чуть-чуть про судебную систему и так далее. Я хочу дать сигнал и тем, которые принимают решения по репрессиям и так далее. Подумайте об этом. Ситуация поменяется, поменяется так быстро, что вы просто не успеете это заметить. И за все это нужно будет отвечать. В рамках закона. По закону. По уголовному кодексу. Итак, внутри страны энергетический кризис, газовый кризис. Мы действительно как на пороховой бочке сидим и наблюдаем за скачками цен. Высокий уровень инфляции, цены на топливо, цены на энергоресурсы. Представители оппозиции говорят, что вина всецело лежит на правительстве. Правительство также напоминает, что в регионе неспокойная ситуация. Предлагает также проследить за мировыми тенденциями и скачками цен. Но вот на самом деле, это действительно все лежит на, как вы говорите, некомпетенции правительства. Нина, давайте скажем честно. Какой тариф на газ на Украине? Никакой Макдове. Ну, они говорят, что Украина, я просто говорю, как власть отвечает на эти вопросы, представители власти, они говорят о том, что на Украине сегодня она датируется западом. Мы видим те вливания, ну, помощь социальная. А что Макдово не датируется? Я вижу, что Майя Санду каждые две недели куда-то уезжает и говорит, что вот мы что-то добились, попрошайничает там какие-то деньги. Приходит здесь, объявляет всем нам, что вот 100 миллионов оттуда, 300 оттуда. Я уже посчитал, все это 2,5 миллиарда долларов. Это 50 миллиардов лей. Где они? 50 миллиардов лей, чтобы вы понимали, вот если мы говорим о тарифах на газ, да? Мы потребляем сейчас с учетом, что уменьшились потребления, где-то 100 миллионов кубов в декабре, да? Ну, давайте, ноябрь, декабрь, эмварь, февраль, март. 500 миллионов кубов газа, да? На эти 500 миллионов, вот они поставили тариф 30 лей. Если поставить 20 лей компенсации, умножьте 20 лей на эти 500 миллионов, нужно где-то 10 миллиардов с чем-то лей. Для того, чтобы тариф для всех был 10 лей. А тариф на газ 10 лей – это уменьшение цен по цепочке. Так если они хвастаются, что получили 50 миллиардов лей зарубежной помощи, так давайте из этих 50-10 миллиардов на компенсации, чтобы люди не сидели там где-то в интернете, что-то писали в такую группу или в такую, чтобы получить какие-то непонятные компенсации от государства. Давайте всем сделаем 10 лей. У вас же деньги есть, 50 миллиардов. Никогда не дает деньги на покупку газа из «Газпрома». По крайней мере, те 300 миллионов, которые пришли из АБРР, они ни в коем случае не поступают. Это вообще другой вопрос. Сейчас я об этом скажу по-другому. Они купили дорогой газ. Из этого дорогого газа поставили нам с вами тариф 30 лей. Хорошо, 30 лей, потому что газ дорогой, они говорят. 30 лей, 20 лей компенсируют государство. Населению дай тариф 10 лей. 20 лей умножить на 500 миллионов кубов. Сейчас быстро считается. 20 на 5 – это 10 миллиардов лей. Тебе дали 50 миллиардов лей, то, что ты говоришь каждый день. Почему я оттуда не брать 10 миллиардов и компенсировать 7, и чтобы цена была 10, тариф для всех. Ну, было бы легче всем. И сразу электроэнергия была бы дешевле. И сразу и хлеб пошел, и так далее, и так далее. Это же можно сделать. Они этого не делают. Теперь по поводу покупки газа. 300 миллионов долларов взяли у Европейского банка. Сначала купили в прошлом году по непонятной цене 1100-1200, которые мы сейчас платим с вами 1100 долларов, когда цена на европейских биржах 700 долларов. То есть, 400 долларов на каждый кубометр куда-то ушел. 400 долларов умножите на 100 миллионов кубов декабря – это 40 миллионов долларов. Куда-то ушли. Теперь нам сегодня сказали, что они купили еще на 200 миллионов долларов. То есть, январь, февраль, марта они купили еще на 200 миллионов долларов по цене около 1000 евро за 1000 кубометр. Когда опять цена на европейских биржах 700-750, разница 200-250 долларов на 300 миллионов кубов, опять где-то 60-70 миллионов долларов куда-то ушло. И если вы мне скажете, что это законно, и если они думают, что за это никто не ответит, 100% ответят. Потому что их же прокуроры и судьи, которые они сейчас шантажируют, они же их документируют. Они уже нам говорят, дорогая позиция. У нас все готово. Мы их посадим 100%. Они валятся. Они же… Я не понимаю, на что они надеются. Поэтому, конечно, там проблема. Это то же самое, как и ситуация с ГРЭС. Когда мы покупали у Приднестровья за одну цену, сейчас мы покупаем, приняли закон о диверсификации рынка, покупаем еще 30% у Румынии. Втри дорого, дороже, чем у молдавской ГРЭС. И получается, что это нормально. Раньше мы покупали электроэнергию по цене в три раза дешевле, и это была коррупция. Что, кстати, происходит с этим законом о диверсификации рынков? Я общалась с экспертами. Кто-то говорил, что действительно этот закон необходим. Но, в принципе, этот закон подразумевает то, что мы всегда должны покупать у другого источника, но по более низкой цене. У нас пока этого не получается. Вы можете объяснить, что происходит с электроэнергией? Они несколько законов приняли, которые создают возможности для коррупционных схем. Это один закон по поводу возможности или обязательства покупки электроэнергии из двух источников. Это было пролоббировано для того, чтобы у них было какое-то законодательное прикрытие для этих схем. Другой закон, то, что они делают на рынке нефтепродуктов с этими скачками каждый день на 10 бань туда, 5 туда и так далее. Потому что это тоже создает проблемы для рынка. Мы же общались с операторами рынка, когда я был руководством страны. И мы хорошо знаем, какие возможности есть и так далее. Так вот, эти законы принимались специально для того, чтобы создать возможность кому-то на этом зарабатывать. Это нужно все отменять. То, что касается покупки электроэнергии, нужно покупать там, где дешевле. Вот оно дешевле в Приднестровье, нужно там покупать. Нужно договариваться. Цена 72 или 73 доллара за мегаватт. Она выросла по сравнению с тем, что было у нас полгода назад. Если бы тогда подписали на год вперед, они игрались туда-сюда. На два года обычно подписывали этот контракт. На год, я знаю, на год. Обычно с 1 апреля до 1 апреля следующего года мы так подписывали. Если бы подписали тогда, цена была бы где-то 60-62 цента. И у нас была стабильность на год-полтора вперед. Они не подписали. Если посчитать убытки, которые мы с вами заплатили, там опять несколько десятков миллионов долларов. То есть, если поставить все это, я думаю, что мы считали с командой, 15-20 миллиардов лей из карманов потребителей только по энергосхемам за последний год ушли. То есть, вы правительству ставите неудовлетворительную оценку работы? А кто ставит им удовлетворительную? Кто им ставит хоть какую-то оценку, кроме неучи? Ну как там, садись двойка. Это запросто можно сказать. Поэтому, я ведь, когда это правительство назначали, говорится, это же было мое подчинение, как и Майя Санта. В свое время, еще в 2005-2006-2007 год. Ну, говорится, было в 2008 году. И в 2009 правительстве гречен. Я же предлагал. Говорю, слушайте, я ухожу из парламента, не хочу там ничего вам мешать и так далее. Но вот делайте так. Вот с газом. Майя Санта. Езжай договаривайся. Так, как делают все президенты стран. Все руководители. Еду договариваться. Не на поклон. Езжай договариваться с Россией. Буквально накануне она ответила, что с агрессорами нам не о чем говорить. Ну, вот это примерное. Знаете, Украина воюет с Россией. Там война. Но это не мешает Украине получать сотни миллионов, миллиарды долларов за транзит газа через свою территорию. Поэтому, когда я слышу наших руководителей, которые говорят, что вот эти агрессоры и так далее, слушайте, я понимаю, что вас заставляете, или вы так думаете. Но это не мешает вам договориться по поводу цены на энергоресурс, по поводу открытия рынка для наших яблок, по поводу нахождения каких-то транзитных коридоров, чтобы поставлять наши овощи и фрукты там. Потому что, если они не занимаются экономикой, кстати, вы знаете, вот я смотрел сегодня несколько цифр интересных, вы знаете, что за их правление, за эти два года, только внешний долг правительства увеличился на 500 миллионов долларов. Было 2,2 в 2020, когда мы уходили, сейчас 2,7 миллиарда долларов. А общий долг Молдовы внешний 8,7 миллиардов долларов. Если разделить на 2,6 миллиона жителей, как говорят, но у нас только 2 миллиона, а не 2,6, то получается 3,7 миллиарда долларов должен каждый из нас. Ребенок, который сейчас рождается, он должен 3,7 миллиарда долларов сразу. Кто эти деньги вернет? Они набирают и набирают долги. Потому что у них ума на другого не хватит. Это нужно обязательно останавливать и нужно потом привлекать к ответственности. Чтобы мы поставили точку на правительстве, сколько они еще могут продержать режим чрезвычайного положения? Они продержат, сколько им нужно будет. Потому что это прикрытие для принятия каких-то незаконных решений. Это возможность закрывать телеканалы. Потому что если бы не было режима чрезвычайной ситуации, они бы не имели никаких. Но оппозиция сказала, что из этой структуры уже сделали карательный орган настоящий. Ну, кто-то из оппозиции тоже говорил, мне кажется, бывший премьер-министр Кику, и правильно сказал, что есть решение Конституционного суда 2020 года. Мы обращались, или не мы, они обращались, ПАС, мы были тогда у власти. И мы приняли пару решений через эту комиссию в апреле, когда была плохая ситуация с ковидом. И нам Конституционный суд сказал, что этого нельзя делать. Так все решения, которые они сейчас принимают, они антиконституционные. Еще потому решение Конституционного суда на основании их обращения. Поэтому за это все это нужно будет отвечать. И Гаврилица, премьер-министр, поэтому она и понимает, сейчас они не хотят уходить, и говорят, уходи. Даже свои коллеги, руководство, говорят, наверное, нужно поменять премьер-министр. Она правильно говорит, почему я должна уйти? Я выполнял все, что нужно. Вот Литвиненко говорили, что нужно уйти после этих скандалов с телеграм-каналом. А он правильно говорит? Он говорит, Майя Григорьевна, вы мне поручили снять снаю ногу? По закону было невозможно его снять. Но я выполнил поручение, я его снял. Вы мне поручили назначить Драголин? Она не соответствует критериям, потому что у нее нет образования. Она вообще знает уголовный кодекс хуже, чем любой студент. Говорит, Юрфак, но вы мне поручили, я их всех прогнул, и мы ее назначили. И сейчас, когда все это вышло, вы мне говорите, чтобы я ушел в отставку? Говорит, нет, конечно, не уйду. Либо спрыну. Говорит, Майя Григорьевна, вы мне говорите, что я должен уйти? Потому что все знают про схемы и так далее. Все структуры работают, как-никак у них информация есть. Он говорит, слушайте, я знаю, как проходила избирательная кампания ваша президентская. У меня вся информация есть, куда я уйду. Поэтому я говорю, весь этот бардак внутри у них, у нас такого не было. У партии социалистов такого не было. У партии коммунистов не было. Даже у демократической партии, даже у филатов такого не было. А вот весь этот бардак, он взорвется, взорвется очень скоро. На этой интересной ноте мы прервемся на рекламную паузу. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы вернулись в студию. Напомню, что в прямом эфире программа «Главная». Сегодня гостем эфира у нас пятый президент Республики Молдовы Игорь Дадон. Господин Дадон, в продолжении нашей беседы, хотела бы начать уже политический вопрос. У нас по политике столько было. В основном мы говорили о внутренней ситуации. Мы еще некоторые вопросы обязательно обсудим, они важные. Но хотелось бы спросить, вы ситуацию во власти немножко рассказали о том, какая она. А что происходит сегодня у оппозиции? Почему она такая вялая? Почему нет лидера, например, оппозиционного, единого? А вот тут мнение, что сегодня очень большую часть оппозиции контролирует власть. Вот в общем, давайте начнем с того, почему у меня оппозиция такая вялая. Еще хуже? Еще хуже. А что в партии социалистов происходит? Вы вообще с ними не общаетесь? Или вот вы говорите, я не влияю на принятие решений, я политический председатель. Но мы помним политического председателя господина Дьякова, который был у Плохотнюка. И многие говорят в кулуарах, хотя он это отрицает, что многие политические решения все-таки к нему прислушивались. И он влиял на многие решения. Как у вас сейчас в партии? Нина, а какой смысл уходить с лидера, с должности председателя партии социалистов и дальше руководить вот этими коллегами, которые мы назначили в исполнительном комитете партии, руководителями? Вот эти пять, да? Слушайте, сделал шаг в сторону, дал возможность. На тот момент партия социалистов имела самый высокий рейтинг, очень хорошие перспективы. Я дал партию в руках нового руководства, сделал шаг в сторону, сказал, ребята, ну, сейчас есть возможность. Ну, тенденция не очень хорошая, мы видим в целом. Поэтому, конечно, будем общаться. Будем общаться, будем вместе смотреть, что дальше. Потому что нужно вернуть тот боевой дух, который был. Не надо бояться этой власти. Вот я хочу сказать одну важную вещь. Некоторые думали и думают, что с этой властью можно договориться. Нет, с ними невозможно договориться. Ну, некоторые посчитали, что нужно договориться с их кураторами. Вот Иван Чабан пытается с американцами, да? Ходят там на Рождество вместе и так далее. Это тоже не поможет. Потому что у кураторов другие планы. Нужно держать свою позицию и не пытаться менять фуражку в зависимости от того, как дует ветер. Это касается и некоторых лидеров из Гагаузии, и некоторых лидеров здесь на уровне национальном и так далее. Я не хочу называть фамилии. Все понимают, о чем идет это. Я могу назвать, вы скажете, да или нет. Вы называйте. Я их понимаю. Они пытаются выжить. Но история показывает, что когда пытаешься менять концептуально свое видение, принципы, идеологию, то до сих пор у тебя был молдавский, сейчас румынский. То это было за стратегическим партнером с Россией, сейчас ты за европейскую интеграцию. Вот такие политики нестабильные. Шансы на то, чтобы двигаться дальше, но я думаю, что у них мало шансов. Теперь по поводу оппозиции. Да, давайте по поводу партии социалистов. Вот вы что? Вы отдохнули, отошли, отдохнули. Все. Вот закончились фиаски открытые новации, уголовные дела. Под арестом отдохнул, да? Вот. Ну я к тому, что все. Уже они расстасываются эти уголовные дела. Мне бабушка вопнется одна. Вот перед Новым годом, я был там, не помню какого числа, 25-го, мне кажется, или 23-го. Мне бабушка так подходит и говорит, как хорошо выглядите, отдохнули. Теперь надо работать. Нет, это, конечно, я врагу не пожелаю так отдохнуть. Но все, уголовные дела, они потихонечку уже отходят, уходят. Никуда не уходят, там еще борьба будет серьезная. У меня заседание суда на ближайшие 4 недели, кстати, до конца февраля, начала марта, у меня назначено около 10 заседаний суда. Они торопятся. Судьи получили указание побыстрее, чтобы был приговор на Додону. И какой приговор должен быть? Ну какой? Осудить. Моя Санду поставила задачу осудить. Ну зачем арестовывали? Конечно, они хотят осудить. Поэтому они работают в этом направлении. Ничего еще не закончено. У моей супруги, понятно, у меня нет права выезжать из страны. У моей супруги нет права выезжать из страны. Мама под обвинением. Все мои родственники под обвинением. Поэтому ничего еще не закончилось. Там еще будет борьба и будет очень серьезно. Хорошо, а на что вы так-то надеетесь, если вы говорите, вот юстиция полностью захвачена, сегодня есть указание, как вы говорите, президента? Знаете, указание было меня посадить до Нового года. Я это точно знаю. Поэтому они быстро отправили эти уголовные дела в суд в октябре и в сентябре. И они думали, что за два месяца все закончат. Не получилось. И не получится. Будем защищаться. У нас есть свои аргументы. У меня очень хорошая команда адвокатов. 4-5 человек работают. Кстати, из моих бывших коллег, из коллег в администрации президента и так далее, очень толково. Одни из лучших. И не работают. Я думаю, что непросто. Не надо говорить, что все вот закончилось. Конечно, конечно, закончилось. Все это будет продолжаться. И у них эта задача есть. Но система дает сбой у них. И то, что они сейчас пытаются этим приветингом давить на судей. Ну, судей же понимает. Что вот как Робу, да, прокурор генеральный, который открыл эти уголовные дела на меня. Он же открыл. И где сейчас Робу? Его поматросили, поиспользовали. И где он сейчас? Я думаю, что люди начинают понимать, что выполнять указания, потому что кому-то очень хочется. А за это придется отвечать, потому что все эти руководители страны, нынешние, они убегут из страны. Они убегут из страны. Из них никто не останется, как я здесь, чтобы бороться, когда поменяется власть. Я остался. Непросто. С давлением на семью. Они убегут. Но они приняли очень хороший закон. И мы используем этот закон. Какой? Что можно судить без того, чтобы они были в стране. Потому что до сих пор невозможно было. Они приняли этот закон. И этот закон будет работать. И многие другие законы будут работать против них. Они создали прецеденты, которые обязательно будут использованы. Поэтому здесь еще ничего не закончилось. Здесь предстоит еще очень серьезная борьба. Мы это понимаем. Я к этой борьбе готов. Они думали, что если меня посадят в мае, я исчезу из политического поля. Что мой рейтинг обвалится. Этого не произошло. И они это знают. Хотят рискнуть еще раз посадить там. Давайте. Я выдержу все. И будем бороться. Будем бороться до конца. У вас на самом деле, даже по социологическим опросам, которые проводят и американские компании, у вас довольно-таки высокий рейтинг доверия сегодня. Если верить результатам этих социологических опросов. Я верю в опросы, когда я захожу на рынок. Вот когда я захожу на рынок. И что вы чувствуете? Я говорил вам в начале передачи. Я чувствую поддержку населения. Пусть Майя Санду зайдет на рынок. Причем в районах, где за нее голосовали. Не в Примарии, где там все советники ПАС стоят. Вот она где в Старшинах больше голосовала. Пусть зайдет на рынок в Старшинах. Или в той же Арьеве, там тоже за нее голосовали. Или в той же Чемишли. Я был в Чемишлии две недели назад. И она почувствует. Почувствует нашу любовь. Знаете, была хорошая. Давайте к оппозиционному. Вы задали вопрос. О партии социалистов. Вот вы сказали, я не уходила из политики. Я остался в политике. Какие у вас планы? Вы планируете в ближайшем будущем возглавить, может, эту партию? Быть не почетным председателем, а председателем партии? Вот как вы видите свое дальнейшее политическое будущее? Мне на время покажет. Я обещал, что я пройдусь по всем районам. Мне осталось еще районов 20. Я пройдусь, пообщаясь с людьми. Пообщаясь с коллегами из партии социалистов. Потому что они мне не чужие люди. Каждого из них узнаю наизусть, как говорят. Сверху донизу. Потому что каждого из них на разных этапах я поднимал, принимал и так далее. Поэтому примем решение. Я перед Новым годом сказал, что либо партия социалистов, либо создам что-то новое, либо возьму вообще паузу. Все эти три варианта на столе сегодня. Все три варианта, они реальны. Поэтому будем смотреть, что лучше. А почему что-то новое? Это что значит? Какую-то партию? Есть разные варианты. Что нужно запускать какие-то промолдавские партии, не геополитические. Я вообще думаю, что это будущее для страны. У нас не должно быть промолдавских, либо промолдавских партий. У нас должно быть промолдавские партии. Нужно брать пример Сорбана в Венгрии. Вот такой. У меня вообще несколько принципиальных вещей. Я об этом говорил. Первое, государственность, никакой унири, ни с кем. У нас своя история, свой язык. Второе, нейтралитет. Никакой НАТО, никакие военные блоки. Третье, традиции. Это наша традиция, это традиционная семья. И это не только православная церковь об этом говорит. Об этом говорят и баптисты все. Для всех семья это святое. Четвертое, это дружить со всеми в интересах Молдовы. И с западом, и с востоком. И этого хотят две трети молдаван. Вот когда их спрашиваешь, не выбирай то или то, что ты хочешь? Они хотят, хотим дружить со всеми, чтобы жить хорошо. Не будет европейской интеграции. Не будет Молдова части Европейского Союза. Поставьте точку на это. Все эти сказки про не знаю что, для того, чтобы... Это морковка, которую показывает Майя Санду и Брюссель, для того, чтобы обмануть ожидания части населения. И пятое принципиально, вот я говорил про пять, это решение преднестровского проблемы. Мирно, с особым статусом, нужно договориться, сесть за стол переговорами. То, что они сейчас занимаются, это понятно чем. Почему они не... Почему они не общаются с Приднестровьем? Почему они принимают закон, сейчас хотят принять закон, чтобы там было сказано про сепаратистов? Это серьезная ошибка. С этими людьми придется разговаривать. Нужно разговаривать. Нужно встречаться с их лидером, с Красносельским, садиться за стол переговоров. Они нам электроэнергию продают дешевле в три раза, чем румын. Так садитесь, обсуждайте. Найдите решение. И сейчас тут посылки такие, что можно эти решения... Но они говорят, мы общаемся. Да, общаемся на уровне, только вот президент не встречается с Красносельским. Они общаются там, где им интересно. Вот им было интересно купить электроэнергию дешевле чуть-чуть перед Новым годом, чтобы успокоить народ. Потому что если бы покупали дальше у братьев, румын, электроэнергия была бы по 7-8 лей киловатт. И они поняли, что народ взорвется. Поэтому, когда им это нужно было, когда выгодно, экономически выгодно, они быстренько пошли и договорились. Но нужен же системный подход. Нужно решать, как мы дальше будем жить вместе. Да, это все-таки же наша территория. Потому что других вариантов нет. В Приднестровье часть Молдовы. И эту проблему нужно ставить и решать. И я видел очень много сигналов, которые, кстати, не было этих сигналов, когда я был президентом. Но тогда была другая региональная ситуация. Я вижу очень многих сигналов со стороны руководства Приднестровья, что они готовы это обсуждать. Я им предлагал десятки раз в Красносельском. Но они сказали, что мы не готовы. Сейчас они готовы. Но уже Кишнев не готовы. Поэтому лучше Майя Санду этим бы занималась, чем по разным круизам. Куда-то ехала, я не знаю, чем занималась. Ну, обо всем по порядку. Значит, вы не исключаете, что появится и новый промолдавский проект? Ну, еще раз говорю, не надо в молдавской политике ничего исключать. То есть, вы еще решения не приняли, есть несколько путей. Все может произойти, время покажет. Время есть. Сейчас, ну, точно одно, Нина. Сейчас время не разбрасывать камни, нужно собирать камни. То есть, в любом случае нужно создавать, нужно всем объединяться. Вот я скажу одну вещь. Всем это кому? Оппозиции. Оппозиции именно. Я отвечу частично на тот вопрос, который вы задали выше, что с оппозицией. Я сказал, что хуже, чем у власти. Понимаете, вот давайте зададим себе вопрос. В результате протеста прошлого года Шора кто выиграл? Вот ответьте на этот вопрос. Ваше мнение. Партия Шор выиграла, потому что она получила рейтинг. А я вам скажу, что первая выиграла Майя Санду. И виноват не Шор. Виноват другие оппозиционные партии, потому что они не объединились. Не под флагами Шор. Вытащить десятки тысяч людей на площадь, это очень важно. Это очень непросто. А люди выходили. То, что их привозили и так далее. Но были десятки тысяч человек на площади. Знаете, чего там не хватало? Там не хватало лидеров общественного мнения. Там не хватало, чтобы рядом были лидеры социалистов. Чтобы были другие лидеры оппозиционные. Не нравится Шор, ставьте условия, чтобы Шора там не было на телекранах. Условия. Мы выходим на протест, но чтобы не было Шора, потому что мы не хотим с ним ассоциироваться. Или что-то там, что у них не вяжется. Пусть Сталберг будет. У нее она по некоторым характеристикам даст фору любому мужчину и политику. Это комплимент ей. Вы понимаете, о чем я. Характер есть и стойкость и так далее. Вот если бы на фоне десятков тысяч человек на площади, были бы эти лидеры общественного мнения с разных партий, эффект был бы другой. А так Майя Сандов что выиграла? Она разделила оппозицию. Она показала, что протестует только Шор, который вор, она говорит. Она получила аргументы, чтобы поехать на Запад, сказать, что вот русские хотят меня снимать, дайте денег. Ей дали несколько сот миллионов долларов. Она смогла консолидировать свой электорат правой, что вот есть опасность. И почему все это произошло? Потому что оппозиция не объединилась. Я не исключаю, что... Почему не объединилась? Почему? Говорят, что сегодня есть оппозиция, которую контролирует власть. Вот вы кого бы могли причислить к числу этих людей? Ну, никогда я не отвечу на этот вопрос, называть там того или другого. Ну, это же неправильно. С моей стороны неправильно. Хотя они меня бросают в грязь очень много. Я знаю. Я этого делать не буду. Понятно, что не без участия власти получилось эти разделить. Ну, это же понятно. И мы видели разные телеграм-каналы, сливы и так далее. Не буду это все комментировать. Даже, я думаю, что нужно черту, в сторону. А объединится оппозиция, если не хотите? Что? В итоге объединится оппозиция? Я думаю, что в ближайшие недели, месяцы в любом случае начнутся опять акции протеста. Потому что народ недоволен. И вот если на этих акциях протеста все-таки удастся всем выйти вместе, чтобы эти ломы... Ломы – это лидеры общественного мнения, которые за собой ведут народы. Если они выйдут вместе, то тогда весной, возможно, вот под этим общим посылом выйдут не десятки тысяч человек, а сотни тысяч человек. Потому что если будет общая повестка, то что-то получится. Я приводил пример и хочу привести пример. Как мы выходили против Плохотнюка в 15-16 году, мы социалисты, мы были в конфликте с Усатом, вы знаете. Усатый, социалисты, Настаса, который вообще проявил Майя Санду. Вот мы все вчетвером выходили на протесты. Мы даже вместе выходили на передачи. Мы вместе ходили по послам, по посольствам. И объясняли, что сделал Плохотнюк, захваченный государством. И вот тогда эффект был. И все видели, слушайте, все вместе забыли про все распы, идут вперед. Вот это нужно сделать. Без этого ничего не получится. Вы говорили, тут упомянули о Чибане, о еще, как вы сказали, не хочу называть фамилии, политиков из Гагаузии, которые раньше были пророссийской направленности. Сейчас поменяли свою позицию за стратегическое партнерство с Россией, как вы сказали. Но вот напомню, буквально накануне депутат партии ПАС, господин Антой, заявил о сторонниках Путина в Молдове. И он имел в виду тех, кто выступает за стратегическое партнерство с Россией. Я процитирую господина Антой. Он сказал, это люди бедные, неграмотные и старшего поколения. Вот вы ездите по селам. Как вообще вы можете прокомментировать это заявление? Ну, опять постараюсь помягче. Это пожилой человек, и не надо его обижать. Но в политике есть некоторые люди, политики легкого поведения. Вот я могу назвать как минимум 4-5 партий, в которых был Антой. И я помню, как он в августе, если не ошибаюсь, 2019 года вместе с лусарем, вместе с гречаной, участвовали в возложении цветов возле Красной площади. У могилы неизвестного солдата. И я помню, как у Азуна Антой был на встречах с руководством Российской Федерации, которое есть сейчас руководством, некоторые люди. И они там не возникали. Возникает потому, что конъюнктура изменилась, потому что они хотят кому-то понравиться. Когда я скажу вам, что вот такие люди, как Антой, если власть поменяется, и русские будут где-то поближе, они первые с красными флагами выйдут. Вот такие они очень принципиальные ребята. Но то, что он заявляет, это очень опасно. Это очень опасно для Республики Молдова. Это разделение. Ну, я не помню, кто еще себе такое позволял. Но позволять себе такое от партии власти, это очень опасно. И если даже у них есть такие легкого поведения, либо безбашенные, руководство этой партии, фракции должны пригласить, сказать, ребят, это не официальная позиция руководства страны. Потому что есть одна позиция личная, а когда ты во власти, у тебя это позиция страны. И их нужно приструнить, потому что это может привести к очень серьезным последствиям. Есть также еще вопрос телезрителя. Вы говорите, цитата, сейчас люди увидели, кто такие Майя Санду и Пас. Если бы я был бы президентом, то тариф за газ был бы 6 лей, электричество дешевле. Фактически вы говорите, что люди сегодня страдают из-за своего выбора, но ведь очевидно, что у вас проигрыш на выборах президента из-за того, что люди голосовали не за Майю Санду, а против вас. Я зачитываю и повторю, что это вопрос телезрителя, поэтому я полностью его зачитала. Как вы можете на него ответить? За кого и как голосовали? Знаете, в стране у нас было практически те же голоса. Разница 5 или 10 тысяч голосов. Вы знаете, Лепту внесла диаспора, 250 тысяч человек, которые вышли, как их там организовали и так далее. Но Майя Санду выборы выиграла. Это я признал по сравнению с другими. Сказал, ну хорошо, выиграли, давайте покажите. По поводу 6 лей. Знаете, в чем плюс этой ситуации? Минусов очень много. Очень много. То, что мы страдаем. Но плюс, знаете, в чем? Если бы мы сейчас были у власти, тариф был бы 6 лей. То есть увеличился с 4 лей, сколько был газ при Додоне, до 6 лей. Мы бы увеличили. То Майя Санду и весь ПАС протестовали сейчас перед президентом Турки. Ай-яй-яй, как можно увеличить на 2 лея? А так люди увидели настоящее лицо Майя Санду и ПАС. То, что ПАС этой партии больше во власти не будет, это все понятно. Сейчас разговор о том, что будет дальше с Майей Санду, если они примут решение по поводу своих группировок в ПАСе. Поэтому, к сожалению, нам пришлось всем через это пройти. И мы еще, к сожалению, определенное время будем страдать из-за этих голосов. Говорить, что виноваты люди, не надо на них валить. Хотя, вы знаете, их опанули. Но Майя Санду на русском языке говорил. Про День Победы говорил. Если бы она сказала тогда, что она запретит Георгиевскую ленточку и назовет Россию агрессором, она бы эти выборы проиграла бы. Но она это обещала и всех обманула. Она обещала пенсионерам достойную пенсию. А сейчас при инфляции 30% индексируют на 14%, в два раза ниже. То есть, украдут сейчас у пенсионеров 14% из песен. Украдут 14%. Перекинут на оборону. И перекинут на покупку оружия. Если бы она это сказала тогда, как вы думаете, выиграл бы она эти выборы? Они бы сказали так, Игорь Николаевич. Я знаю, просто я слежу, я мониторю о том, что заявляет власть. Я сейчас вам отвечу, как они бы вам ответили. Тогда ситуация в регионе была более спокойной и другая? Тогда ситуация в регионе, у нас была засуха и был ковид. Если говорить о регионе, я просто... Три цифры. У нас инфляция в прошлом году 30%. На Украине, которая воюет 22%. В России 12%. В еврозоне 10%. Большинство товаров мы импортируем из этих стран. Из России, из Украины, из Европейского Союза. Почему у них рост цен на 10%, а у нас на 30%. Потому что бестолковая власть. Не профессионалы, которые не знают и не могут и не хотят ничего делать. Потому что коррупция. Потому что схемы везде. Потому что контрабанда сигарет в Румынии увеличилась несколько раз по сравнению с периодами, когда были мы. Румынская пресса заявляет. Поэтому ответ тут очевиден. Потому что такая, я прошу прощения, импотентная власть молодой. Вот вы говорите про досрочные выборы. А какие досрочные выборы, какой смысл их проводить? Если сегодня, я напомню, был принят новый кодекс о выборах. Были внесены серьезные поправки. Для русскоязычного, наши телезрители уже знают, мы это обсуждали, что были приняты поправки, где бюллетени уже не будут на русском языке вписываться. Расширили, там, диаспора будет голосовать два дня. Но в таких условиях эксперты говорят, что сегодня созданы благоприятнейшие условия для того, чтобы власть продержалась еще как минимум один срок. Вот с новыми, с теми поправками, которые были внесены в кодекс, причем они не будут на местных выборах, но они будут на последующих выборах работать. Как вы вообще планируете менять ситуацию в стране? Ну, во-первых, конечно, очень плохо, что внесли эти изменения. И про бюллетени на молдавском языке только, и по поводу возможности голосования два дня для диаспоры. И, ну, это основные изменения. Потому что электронное голосование сейчас нет. Оно будет с 2026 года согласно этому закону. Но я и не сказала об электронном голосовании пока. Ну, я для телезрителей. Ну, я думаю, что по молдавским и русским бюллетеням наши граждане разберутся. Где Майя Санду, за которую нельзя голосовать, и где другие. По поводу диаспоры. А вы уверены, что диаспора будет также голосовать за них? Я не уверен. Я вижу оттуда сигналы более жесткие, чем от граждан Республики Молдавы. Главное, дойти до выборов. То, что народ примет правильное решение, в этом уверен. А мы помним выражение, так скажем, исторической личности, который говорил, не важно, как голосует. Важно, как считает. Я проходил очень многие выборы, провел, начиная с 2009 года, мне кажется, компаний 15, может быть, даже больше местных, гагаузских, разные региональных, президентских, парламентских и так далее. Поверьте, народ Республики Молдова во всем уже разобрался. Уже разобрался. Дайте им возможность только, чтобы они исправили свою ошибку, которую они сделали. Вот нам нужно добиться, вот лидерам, вот тем, которые имеют лидерам общественного мнения, нужно добиться, чтобы вернуть им право решить, что дальше. Вот это самое важное сейчас. А там мы разберемся. Многие отмечают, что лидеры общественного мнения сегодня находятся или под преследованиями, или под... Ну, я вот под преследованием, но я не боюсь говорить. Я говорю открыто. Я общаюсь с народом и буду это продолжать делать. Кстати, выборы в Гагаузии, вы следите, как вы думаете, кто там может стать следующим башканом автономии? Я знаю точно, что прошедшие две избирательные кампании 2015-2019, ключевую роль сыграла поддержка партии социалистов. Я лично бегал с кандидатом, который выиграл эти выборы, и в 2015-2019 году, по всем населенным пунктам, по несколько раз. И несмотря на то, что какая-то критика была выше, да, по поводу Ирины Федоровны и так далее, я не сожалею о том, что я поддержал Ирину Федоровну на башканских выборах. Хотя она поменяла, мы уже два года не общаемся. Вы вообще не общаетесь? По ее инициативе. Я знал, что... А почему? Ну, спросите ее. Я знал, что она так может. У меня раньше уже была такая ситуация. Но мы поддержали. Если бы она сейчас... Она не имеет права, если бы она была кандидатом, мы бы ее больше не поддержали. Нельзя менять вот так позицию. Поэтому посмотрим, что там будет. Я не общался с коллегами из партии социалистов. Ну, я думаю, что они будут там активными. Когда увижу, кто кандидат, с учетом того, что... Определенный уровень доверия ко мне есть в регионе, мы посоветуемся. И если нужна будет моя помощь, я пойду и буду общаться с народом и убеждать, голосовать за тобой или за другого кандидата. Потому что, несмотря на мое отношение к нынешнему башкану, нужно признать, что в Гагаузе было сделано очень много хорошего. Конечно, и с нашей помощью. И она знает. На каждом этапе, и будучи президентом, и как наша фракция, мы всегда поддерживали регионы и будем поддерживать дальше. Вообще, жители региона молодцы, как и все жители Республики Мадон. Грядущие местные выборы. Какие у вас ожидания от них? Вы знаете, власть делает все возможное, чтобы ставки на этих местных выборах были ниже. Объясню почему. Такая серьезная борьба за руководство районов не будет. Потому что раньше борьба за что? За мэра и за председателя района. Нынешняя власть создает жесткую вертикаль. Она убирает функции, которые были у районного совета. Вот медицину сейчас убирают. Образование хотят убрать. И практически у них никаких полномочий не будет. То есть основная борьба политическая будет за мэров. Не обязательно, что мэры захотят пойти по спискам каких-то партий. Потому что местный выбор, специфика в чем? Вот для председателя района там голосует по партийным спискам. То, что нужно больше голосов. И какая партия? Вот у нас, у партии социалистов сейчас 18 председателей района. Это очень серьезно. По результатам выбора 2019 года. Но если это уже не так важно, председателя района, борьба будет за мэров. А когда мэр, люди голосуют за человека из села и из города. Независимо от того, какая партия его выдвигает. Поэтому я думаю, что основные баталии будут за мэров. Конечно, безусловно, Кишинев, Бельце, Камрад. В Гагаузе мне более-менее понятно, кроме Вулканишка, примерно, что может быть. Но главная интрига все-таки Кишинев. Станет ли, на ваш взгляд, Ион Чебан следующим примаром? Если его не снимут с выборов, я думаю, что шанс очень... А снимут или не снимут? Ну, это вопрос не ко мне. А кто бы думал, что Марину Таубер могут снять выборов в прошлом году, когда это было? В прошлом году? Или позапрошлом? В прошлом году. В прошлом году? В прошлом году. Или в 2021? Уже позапрошлом, Нина? Ну, в общем... Позапрошлом. До сих пор помню. Мне кажется, в 2021 году. Кто мог бы подумать, что кандидат может получить 40 с чем-то процентов в первом туре? 48 или 49. Да. И за пару дней до второго тура этого кандидата снимут с выборов. И победит кандидат, который набирает 4 или 5 место с 24... Да, это было в декабре, простите, 2021 года. Ну, в конце года. Позапрошлом году. Да. Поэтому, ну, как они идут по беспределу, никто не скажет сейчас. Я считаю, что, опять повторюсь, я не сожалею о том, что лично я и партия социалистов поддерживали Чабана. Он победил на выборах благодаря и нашей поддержке, конечно, и своим качествам. Он очень много сделал для Кишнева благодаря своим качествам и благодаря поддержке президента Додона, потому что мы давали огромные средства. Когда мы были... Я был в должности, 2020, 19-20 и 21-й был еще в наше правительство. Мы сотни миллионов долларов дали... Э, лей. Сотни миллионов лей дали на поддержку разных проектов. Поэтому он, конечно, сделал и благодаря своим качествам, и нашей поддержке. Вы сейчас не общаетесь тоже? Я стараюсь не поставлять никого с учетом уголовного преследования и так далее. Поэтому, если, конечно, он останется в гонке, он имеет шансы выиграть. Я считаю, что ему нужно было сосредоточиться больше на Кишневе. А по поводу создания партии и так далее... И мы общались много раз об этом. Оставить это после местных выборов. Я слышал, что у меня нет разных хороших специалистов, которых я уважаю. Говорят, что лучше, Ваня, займись Кишиневым. Оставь ты эту баталию на следующий этап. Потому что люди хотят, чтобы в Кишиневе был руководитель, мэр, хозяйственник, который не занимается политикой на уровне, национальном уровне. Но я понимаю, почему он создал эту партию и пытается создать. Потому что ему нужны советники муниципальные. И здесь я понимаю, для чего это и так далее. Поэтому время покажет. Пытается, я сказал в первой части передачи, он пытается выжить. Думает, что если будет дружить с американцами, это ему поможет. Ну, время покажет. Время покажет. Также есть вопрос телезрителя на тему Иона Чебана. В декабре депутат ПСРМ Гайк Вартанян вышел из партии, отказался сдавать мандат. Вы заявили, что от стата, раз он ушел, то было бы корректно сдать и мандат депутата. Но история повторяется. В 2011 году вы сделали абсолютно то же самое. Вы шли из ПКРМ, остались независимым депутатом и присоединились к парламентской партии. В не парламентской партии. В 2013 году то же самое сделал Чебан Иоанн. Соединился к социалистам. Но ситуация совсем разная. В 2011 году из партии коммунистов ушел я и гречаны. Лидеры, за которыми, ну с рейтингом серьезным, за которыми были десятки тысяч, может быть сотни тысяч людей, которые готов были проголосовать. Стас Вартанян, я его хорошо знаю, но он нигде, ни в каких опросах, нигде не появляется. Поэтому ситуация совсем разная. Совсем разная. И я понимаю Вартаняна, поэтому я сказал, кстати, если бы я сейчас был бы в руководстве партии социалистов, я думаю, что я бы его убедил. Ставить мандат, хочется с вами Чебаном. Друзья, вы работали в одном кабинете. Очень много времени, 5-6 лет в офисе партии социалистов. Рядом со мной они вместе в одном кабинете сидели. Все газеты социалисты и так далее вместе делали. Конечно, они дружат. Поэтому хочешь туда идти, слушай, ну иди, оставь мандат, иди. И будем общаться дальше и так далее. Кто знает, может, он еще оставит мандат. Потому что за весь этот период, пока я был в руководстве партии социалистов, ушел только один депутат. Одна женщина из Ханчешта к Плохотнику ушла в 2000, не помню. К Лупу, да, ее фамилия. Не помню, какой год, 2018 или 2017 год. И это второй случай. Поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, что он поймет, оставит мандат и будет работать там, где принял для себя решение. В 2022 году экватор правления Майя Санду. Кстати, вы на президентские выборы намерены баллотироваться? Я уже был президентом. То есть пока еще не знаете? Знаю, что это такое. Не хотите? Президент без парламентского большинства ничего не решает. Поэтому время покажет. Сейчас другие, абсолютно другие цели. Ну, все-таки два года прошло, как президентом является Майя Санду. Что вы можете сказать? Каким президентом она запомнится? Президент, который продал страну внешним кураторам. Сторонники госпожи Санду уверяют, говорят это по-другому. Ну, например, они говорят, что она открыла Молдову миру. Ну да. Благодаря своим поездкам. Открыла и продала. И все. Ну, давайте честно скажем. Опять не хочу критиковать. Но вот что хорошего за эти два года? Вот кроме пресловутой европейской интеграции, да? И множества визитов раз в 10 дней где-то за рубежом. И разные фотосессии и так далее. Вот народ на себя. Что почувствовал хорошего? Вы знаете, я вот общаюсь с разными людьми. С разными вообще, которые голосовали и за Санду, и за вас, и ваши сторонники, и всех сторонники. Вот интересно, вот с сторонниками госпожи Санду, которые ярые сторонники. Вот я общаюсь. Ну, некоторые молчат. Мнение разное. Некоторые ничего не говорят. Некоторые разочаровались. А некоторые говорят, вот сейчас нужно потерпеть, а потом будет лучше. Ну, это морковка, которую они показывают под видами европейской интеграции. Ну, давайте более чуть-чуть здесь детальнее. Я не знаю, сколько у нас еще время есть. Нам, благодаря конъюнктуре и ситуации на Украине, мы сели вот в этот поезд без согласия большинства граждан Республики Молдова и стали кандидатом на европейскую интеграцию. Подчеркиваю, нас не спросили. Надо было на референдуме это спрашивать. Потому что я, к примеру, не хочу, чтобы Молдова была кандидатом на члены Европейского Союза. И я не верю в то. Почему вы не хотите? Потому что я считаю, что у нас своя страна, и мы не должны зависеть от политики, которая диктует нам Брюссель. Потому что я против некоторых ценностей Европейского Союза. Я это говорил и тогда, когда был в должности. Я сказал, надо дружить с Европой. Конечно, нужно дружить, торговать, ездить и так далее. Некоторые вещи хорошие брать. Хорошая экономика, хорошие стандарты, борьбы с коррупцией и так далее. Но не трогайте наши ценности. Не трогайте наши ценности с вашими однополыми браками и так далее. Не лезьте в нашу церковь. Вы видите, что они хотят сделать сейчас. Закрыли телевидение, следующий удар будет по церкви. То есть вы думаете, что будет по церкви? Я уверен в этом. И нам вот здесь нужно забыть про все. Нужно выйти и защищать церковь. Потому что церковь – это одно из основ государственности Республики Молдовы. Они не случайно хотят ударить по церкви. Они не случайно понимают, что если это не разрушит, это путь к разрушению Молдовы. Смотрите, что на Украине происходит. Это именно к русской православной церкви. Я думаю, что они хотят сделать сценарий украинский. Я в этом уверен. Я в этом уверен. Поэтому с Европой будем дружить. Но нам не нужна эта европейская интеграция. Нам не нужны их ценности. Нам не нужны их условия продать землю иностранцам и так далее. Этого нам не надо. Мы должны иметь свою позицию, независимую. Нам не нужны ваши разные, которые сейчас во всех министерствах курируют все решения. Кстати, они в шоке все. От уровня подготовки министра ПАС они все в шоке. Зарубежные эксперты говорят, слушайте, откуда вы их взяли? Ну, такой некомпетентности даже они в шоке. Поэтому с Европой нужно дружить. Но европейская интеграция, я вот видел, Майя-Санна говорит, до конца десятилетия станем европейской. Майя-Санна, до конца десятилетия и вас не будет в стране, и вы где-то к своим родственникам, либо в Штатах, либо в Астрах. И может и Европы не быть. Потому что, вы видите, Европа слабеет на фоне всего, что происходит сейчас. И там очень непросто. Нам нужно дружить со всеми. Нам нужно дружить с Россией. Нам нужно дружить с Китаем. Нам нужно дружить с Турцией. Нам нужно дружить с румынами. Потому что наши соседи, нужно с ними дружить. С Европой, конечно, нужно дружить. Но всегда исходить из интереса наших граждан. Что лучше для наших граждан? А не так, если тебе говорят европейцы, что кричишь, что Россия агрессор, буду кричать, что понравится дяде Сэму, либо кому-то из Брюсселя. Это неправильно. Это не в интересах наших граждан. По поводу наших интересов, я напомню, что Молдава приостановила участие в регулярных встречах стран СНГ. Мы помним, что Майя Санду заявила о частичном выходе из СНГ. И вот буквально недавнее высказывание господина Попеску я опять слышала, что они рассматривают уже по министерствам, где договора, из которых якобы возможно выйти. Так вот, по официальным данным, 500 тысяч наших граждан проживает в Российской Федерации, по неофициальным их вообще около миллиона. И люди переживают, вот если мы частично будем выходить из каких-то договоров, не будет ли нам в ответ России принято открыт визовый режим? Выход из СНГ – это очень большая, одна из серьезнейших ошибок Майя Санду, если она это сделает. Потому что это чревато пересмотром большинства соглашений, которые мы подписали. И это не только экономические соглашения, очень важные, двухсторонние и многосторонние. И это не только гуманитарные, очень много разных возможностей для наших граждан там, и миграционного режима и так далее. Но это, конечно, касается и перемещения. Поэтому риски, чтобы появился визовый режим, конечно, есть. Потому что это означает, еще раз, аннулирование всех. Конечно, Россия может сделать акт доброй воли, как она сделала с Украиной, к примеру, потому что Украина же тоже заявила о Грузии на каком-то этапе. И не закрыла свои границы. Это будет зависеть от позиции российской стороны. Но, опять, почему наша власть молдавская не учится у тех же, вот говорили про Грузию, да? Грузия, Армения. Вот в этой ситуации конфликтной, вот на Украине, да? Вы знаете, в этом году вы видели, за 9 месяцев у нас ВВП минус 10%. Я почему об этом говорю? Опять про экономику. Вы знаете, какой рост ВВП в Грузии и в Армении? Только благодаря тому, что они не подписались под антироссийские санкции. У них рост плюс 10, плюс 13% ВВП. То есть у нас минус 10, у них плюс 10. Только из-за того, что через них пошли потоки российских компаний, российских товаров, импорт, экспорт идет через Армению, Грузию, Турцию. Там идет рост экономики. Представьте себе, если бы у власти сейчас были в Молдове, про молдавские политики. Я не про себя, а про молдавские, нормальные люди. Они говорили бы западу, слушайте, мы понимаем, там война на Украине, но мы не будем принимать никаких решений ни на какую сторону. Ни на какую. Мы будем торговать с Россией. То эти потоки были бы через нас. У нас в этой сложной ситуации было бы не минус 10 ВВП за 9 месяцев, а был бы плюс, может быть, как в Грузии, хотя бы 5-6. И мы бы все это почувствовали. Уже не говоря о цене на газ и на электроэнергию и так далее. Нужно быть умнее. Так будет, как вы предполагаете, будут ли выходить из части соглашения СНГ или нет? Я думаю, что давление будет со стороны кураторов, потому что для них важно. Как кандидаты должны идти в фарватере? Давайте скажем честно. Молдова интересна западным кураторам, исходя из нескольких соображений. Первое. В нынешней ситуации, как надежный тыл для Украины и транзитная зона для поставки ГСМ и оружия, поэтому они терпят все, что делает Майя Сандов и контролируют все, что делают кураторы. И второе, чтобы был единый антироссийский фронт. Вот для чего нужна Молдова западным. Не для того, чтобы мы жили лучше, но слушайте. У них у себя столько там проблем. Им нужен еще раз надежный тыл украинцев, пока они воюют с русскими. И антироссийская риторика общая, чтобы на всех форумах был еще один голос против России. Все, больше им ничего не нужно. И поэтому закрывают глаза на весь беспредел Майя Санды и ее команды. Но это все временно. Все это закончится. Есть такой предположительный сценарий о том, что Румыния нас поглотит, что нас ждет унирия, который решит все проблемы. Что вы можете сказать? Честно? Конечно, риски есть. Вы знаете мою позицию. Я категорически против всех этих унири. Но на практике я не знаю как. Не вижу как. Ну вот предполагают историки, например, что как в 18-м году будет какая-то угроза государственности. Войдет сюда румынская жандармерия. Но это гражданская война. А то, что временно, то уже постоянно. Нина, это гражданская война. Я не думаю, что румыны готовы к этому. Я не исключаю, что у них есть такие сценарии. И в Майя Санды и так далее, с учетом того, что они хотят дестабилизировать Приднестровье. Ну, это понятно, мы об этом говорили. Я это не исключаю. Но давайте про унирием. Для того, чтобы это было законно, нужно, чтобы народ проголосовал на референдуме. Нужно, чтобы этот референдум кто-то поддержал. Вот Майя Санды созывает референдум. Народ не проголосовал, но вдруг проголосовал. Кто-то признает. Запад? Слушайте, если вы это признаете, почему не признаете референдум в Крыму? Или в Донбассе? Это такая мина, бомба. Под всю концепцию Запада. Поэтому я думаю, что Западу это категорически не нужно. А если Западу не нужно, ну, эти наши правители, они их курируют, у них нету своей позиции. Чтобы сюда зашли войска, слушайте, ну тогда, почему вы называете Россию агрессором, если Россия на Донбассе? Так тогда Румыния агрессор? Потому что независимая страна. Майя Санды не может обратиться, сказать, дайте нам войска там и так далее. Потому что нету никаких угроз. То, что она говорит, что вот на нас нападет этот мустяц, как его Сиба, где-то читает и что-то заявляет. То есть нет такого, да, заявления о возможном вторжении в Молдову? Насколько вот последний вопрос я хотел вам задать. То есть по поводу Румынии. Теоретически может быть, но маловероятно. Я считаю, что это серьезные риски, над которых нужно системно работать на уровне государства, включая там школах и так далее, то, что меняется менталитет. Но сегодня у нас в руководстве государства граждане. Все румынские граждане. Это тоже, кстати, на будущее нужно это запрещать. Нужно только, чтобы молдавские граждане были в руководстве страны. Но на данном этапе такой сценарий создает большие проблемы для Запада. Поэтому я пока его не вижу. Из заявления главы СИП о возможном вторжении в Молдову, насколько вероятен такой сценарий? Потому что, ну, когда все-таки глава службы информации и безопасности страны заявляет, делает такие заявления, вольно-невольно ты в любом случае чувствуешь себя напряженно. Насколько вообще вероятен такой сценарий? И что на сегодняшний день власти Молдовы должны делать для того, чтобы вот эти региональные риски никак не коснулись нашей страны? Для нынешнего руководства Республики Молдова очень важно постоянно говорить о рисках войны. Если бы не было этой войны на Украине, они бы ее придумали. Потому что это возможность говорить, что во всем виновата война. И с другой стороны, это оправдывает, ну, по их мнению, некоторые жесткие меры против оппозиции, против СМИ, против юстиции и так далее. Поэтому они будут сами эту тему поднимать. И все их СМИ подконтрольные. Я поехал как-то перед Новым годом домой к маме, она говорит, вот сказали, что скоро война. Какая-то Боча, не знаю, какая-то Басарабий. Все, завтра война, что будут делать наши дети? И, конечно, моя мама забыла про тарифы на газ и на электроэнергию. Поэтому они будут поднимать эту тему. Нет у нас таких рисков сейчас. Я в этом уверен. Нет у нас таких рисков. Такие риски могут быть только, если мы сами их спровоцируем. А их может спровоцировать именно Майя Санду. Вот они пытаются говорить, что Майя Санду – это мир. Нет, Майя Санду – это война. Для того, чтобы удержаться у власти и скрыть все неудачи правления, они будут говорить о войне. И меня больше всего будет беспокоить, чтобы они на каком-то этапе эту маленькую дестабилизацию не запустили, для того, чтобы нас всех охмурить, что, слушайте, допустите тарифы, допустите, закроются экраны. Главное, чтобы войны не было. Поэтому, уважаемые сограждане, я не думаю, не верю, что у нас будет война, только если ее не спровоцирует партия власти и президент Республики Молдова. Нужно придерживаться нейтралитета. Не надо сейчас увеличивать бюджет Министерства обороны. Не спасет нам эти дополнительные миллиарды лей, которые вы сейчас туда вкладываете. Но уже увеличили. Я высказываю свое мнение. Лучше эти деньги отдайте аграриям, отдайте школам, отдайте детским садам. Там будет толк от этого. Вот эти три БТРа сейчас привезли с Германии или откуда привезли. Показывают, делают из этого шоу. Вы понимаете, почему все телевидения сегодня будут показывать вечером в новостях эти три БТР? Чтобы люди опять говорили про войну. Чтобы люди опять забыли про тарифы. Потому что сейчас пришли же счета за газ. Люди в ужасе. А здесь им показывают БТР. И они что, думают, блин, ну ладно, лишь бы не война. И они будут качать эту тему. Уважаемые сограждане, нет у нас таких рисков сейчас, на данном этапе. Но если говорить из государственной позиции, нужно придерживаться нейтралитета. Нужно говорить с НАТО и так далее, что мы вам эту территорию под ваши планы не даем. У нас есть позиция четкая и будем ее придерживаться. Точка. Спасибо вам большое за интересную беседу, за исчерпывающий ответ. Я думаю, что мы еще обязательно встретимся в этой студии. Обсудим те вопросы, которые не успели обсудить. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в эфире программа «Главная». Гостем эфира был пятый президент Республики Молдовы Игорь Дадон. Желаем вам хорошего вечера. Впереди вас ждет очень много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова